Добрый вечер. Мы продолжаем изучение книги пророка Ихискиэля. И я напоминаю, что урок посвящен Любе Мешков, ее памяти и возвышению души. И, безусловно, нельзя не отметить, что сейчас начинается день памяти погибших в катастрофу. День, который называется день катастрофы и мужества. Я думаю, очень справедливо, потому что многие-многие акты героизма остались нам неизвестны. И создается впечатление, что люди шли как с некоторым пренебрежением, шли как сонный тевер, как сход на убой. Это далеко не совсем так. Я думаю, что эта линия еще требует изучения все акты героизма. Мы вернемся к изучению книги пророка. И мне кажется, что это про пророка Ихискиэля. Мне кажется, что это очень важно и в такой день. Я поднимаю текст с вашего разрешения. Мы помним, что в первой главе пророку Ихискиэлю было показано видение, так называемое видение колесницы. И от этого видения он упал на лицо свое, потому что было трудно выдержать это видение. И еще, скажем, последний момент, который, может быть, мы с вами не дочитали, который, может быть, не совсем помнится. Он слышит шум, шум крыльев и шум колес. И мы представляем себе, что когда Всевышний говорил, то ангелы, как мы с вами и говорили, они замирали. И не было слышно их движения ни крыльев, ни колес. Когда Всевышний замолчал, то послышался шум крыльев ангелов. Это когда они поднимаются и отрываются от земли. И шум колес, когда они передвигаются по земле. Мы помним с вами, что полет этот ангелов, их отрыв от земли соответствует открытым чудесам. Как бы отрыв от земли, от обычного. А передвижение по земле соответствует тому времени, когда происходят скрытые чудеса. И людям кажется, что все развивается обычным образом. И многим и многим кажется, что событиями управляют созвездия. Событиями управляются созвездия. Как мы помним, с вами колеса. Они представляют собой свод небес, на котором есть созвездия. Они представлены у пророка как глаза. И мы с вами понимаем, что это правомерно. Пророк видит это видение. Оно призвано не только дать истинную картину мира. Не только показать истинные моменты. Оно призвано, это видение, исправить те представления, которые есть у людей. Или которые складываются у людей, когда они попадают в изгнание. И вот у народов мира, во всех практически древнем мире, представление о том, что созвездия управляют событиями на Земле. И что иногда можно изменить эти события, принося жертвы звездам, как божествам. Или божествам, которые олицетворяют звезды. Можно изменить этот ход событий. И отсюда это выражение, которое мы часто с вами встречаем, у комментаторов встречаем в Талмуде. Овдейко хавим. Те, кто служат звездам. Оно эквивалентно тем, кто служит идолам. Эти моменты очень сильно между собой переплетались. К каждому идолу, как мы помним, из рассказов о выходе из Египта, ставилось соответствие некоторое созвездие. И не случайно пророк Ишайяву, который также готовит народ, который жил до Ехизкеля, как минимум за 120 лет, он предупреждает сыновей Израиля, что чужие боги – это дерево. Это дерево. Он также готовит сыновей Израиля калуту. И он говорит, что не верьтесь, что за деревяшкой скрывается что-то, что в деревяшку спускается какой-то дух, к которому вы можете обратиться, что этот дух связан со звездами, с тем, что высоко на небе. Не верьте этому. И поэтому мы понимаем, что это как бы картина, которая призвана, как мы с вами говорили в нескольких моментах, исправить или предотвратить ошибки сыновей Израиля в галуте. И она как бы здесь правомерна. То есть, узнав об этом видении, сыновья Израиля должны подумать о том, что и движениями созвездий управляет Всевышний, и что движение созвездий далеко не всегда указывает на то, что произойдет на Земле, потому что есть чудеса, есть отрыв, полет ангелов, тех сил, через которых он управляет событиями на Земле, Всевышний управляет событиями на Земле, есть отрыв их от Земли, то есть нарушается обычный порядок вещей. И мы с вами говорили, что то имя, которое употребляется в конце первой главы, это имя Шадай, которое расшифровывается как, скажем, одно из расшифровок – это Шудет, Марахот, это тот, кто как бы нарушает привычный ход вещей, иногда делает это не скрыто, необычно, это имя Шадай. И вот после того, как мы знаем, что пророк упал на лицо, сказал, мы переходим на лицо свое, вспомнили конец первой главы, мы переходим с вами ко второй главе, и сказал мне, сын человека, встань на ноги свои, и буду я говорить с тобой. Сын человека – очень интересное выражение, оно указывает на достоинство Ехискееля, которое находится в изгнании и сохраняет человеческий облик. В нем как бы есть прикличка с тем, что он видел до сих пор Ехискея, он видел образы ангелов, и он видел какое-то подобие, далекое подобие человека, который сидит на престоле над небесами. И Всевышний говорит ему, ты в тебе подобие того, кто сидит над небесами. Не подобие ангелов, не подобие тех сил, которыми Всевышний управляет миром, это все относится к народам мира. Ты сохранил подобие того, кто сидит над небесами, несмотря на то, что он удалился, отдалился от этого мира. Ты сохраняешь эту связь, и она выражается как подобие. Такого же высокого имени удостоился пророк Даниэль, который оказался в Бавиле несколько раньше, чем Ехискея. Мы помним с вами, или, может быть, стоит сказать о том, что до изгнания Ихонии, которое произошло за 11 лет до разрушения храма, и знание Ихонии, это знание царя, пленение царя Ихонии, когда он приведен в Бавиль вместе с почти 30 тысячами сыновей Израиля, лучшими сыновьями сыновей Израиля, которых Невихудный царь забрал, мудрецы, смелые воины и пророки. Они приведены в Бавиль. За год до этого, примерно за год до этого, Невихудный царь забирает детей из царского дома, детей из рода Давида, и приводит их в Бавиль в качестве заложников. Они служат у него во дворце. И эти дети, мы знаем их, это Ханани, Мишеля и Азария, и Даниэль. Так вот, Даниэль также удостоился этого высокого имени, сын человека, тот, кто сохранил образ. Почему? Потому что, находясь даже во дворце Невихудный царь, будучи полностью подчинен ему, он соблюдал законы Торы, Кашут, и впоследствии он стал одним из глав изгнанников и заботился о том, чтобы такой же образ человека заставался у всех изгнанников. Он вел целый ряд законов, направленные по постановлению, как один из руководителей поколения, направленные на то, чтобы отдалить сыновей Израиля от общения совместных перов, трапез с идолопоклонниками, которые разливают вино в честь божеств. И вот это как бы сын человека противоставляет животному облику тех ангелов, которые ты только что видел. Ты черпаешь свои силы, свое начало не оттуда, а из своего образа и подобия, который сохранился у тебя, образа и подобия тому, кто сидит над небесами. Сын человека, встань на ноги свои, и буду я говорить с тобой. Всевышний Ихискея упал на лицо, как это бывало, наверное, с большинством пророков. Очень трудно выдержать пророчество, раскрытие божественного света, и человек не чувствует в себе сил смотреть напрямую то видение, которое предстает перед ним, и он падает на лицо. Ему кажется, что так это видение пропадет, пропадет оно или нет, это непонятно, но такое инстинктивное движение – упасть на лицо свое. Всевышний дает ему силы видеть это пророчество полностью, без того, чтобы пытаться скрыться от этого пророчества. И я буду говорить с тобой. И вошел в меня божественный дух, когда он говорил со мной, и поставил меня на ноги, и услышал я того, кто обращался ко мне. Вошел в меня божественный дух – это редкое выражение, может быть, даже единственное. Обычно божественный дух ложится на пророка. Он как бы остается вне, как говорят каббалисты, некоторый такой мотив, то, что окружает человека. Здесь божественный дух входит прямо в Ехискеэля. Это указывает на его силу как пророка, на любовь Всевышнего к нему. И есть, так можно сказать, желание Всевышнего донести до пророка, а через него до сыновей Израиля, самые-самые сильные видения и слова, которые могут показаться очень тяжелыми. И услышал я того, кто обращался ко мне. Но Всевышний уже раньше обращался к Ехискеэлю. Здесь говорится, услышал в том смысле. Он дал мне силы понимать. Понимать и не закрываться от понимания тех тяжелых слов, которые произносит Всевышний. И сказал мне, сын человека, послаивая тебя к сыновьям Израиля, к народам бунтующим, которые взбунтовались против меня. Они и отцы их восстали против меня до этого самого дня. Понятно, что сыновья Израиля часто, нередко, они шли против Всевышнего. И в случае изготовления золотого тельца, можно сказать, что это золотой телец, это ошибка, это не прямой бунт, и о чем же здесь идет конкретно речь. Речь идет о том, что сыновья Израиля на протяжении многих и многих лет, начиная от завоевания земли, от Ярошуа, который был пророком, они не слушали пророков и не исполняли Божию Всевышнего, которая передается через пророков. И в этом они похожи на народ, который бунтует против Всевышнего. Мы можем с вами вспомнить, если говорить о Северном царстве, сколько чудес сделал Всевышний через пророка Илиягу, через пророка Илииша, для того, чтобы сыновья Израиля вернулись к служению Всевышнему, для того, чтобы жители Северного царства начали приходить в храм. Но ни цари Северного царства, ни жители Северного царства не услышали, на них не подействовали ни чудеса, ни слова пророков. И дело пришло к изгнанию Северного царства. Северное царство отпало где-то на 140 лет раньше Южного царства. Точно так же и в Южном царстве не слушали пророков. Но самое важное сейчас, если говорить о последнем, то в это время в Иерушалайме уже почти 30 лет пророчествует пророк Иеремиягу. И он призывает сыновей Израиля исправить свои пути, исправить свои пути и свое отношение со Всевышним. И прежде всего, исправить заповеди отношения между человеком и человеком. И пророк Иеремиягу пророчествует во времена, скажем, и во времена царя Иоакима, во время которого распространяется особенно сильно и обман, и взяточничество, и угнетение человека человеком, угнетение своего ближнего. Иеремиягу царей мы повторяем, что обычно принято считать Иеремиягу пророком поражением. Как будто он говорит, сдавайтесь сыновьям Израиля. Нет, он не говорит, сдавайтесь. Он говорит, либо исправьте свои дела, либо покоритесь невыходной цару, и это будет ваше наказание, как бы изгнание. Но если вы примете волю Всевышнего, то это изгнание, оно будет легче. Вы будете под властью чужого царя, но храм не будет разрушен, и ушалаем не будет разрушен, и вам легко будет восстановить свои силы, когда вы искупите свои грехи, искупите и страданиям, и подчинениям на фрудный цару, и своим пониманием того, почему вы попали в такое положение. Но если вы найдете в себе силы исправить сейчас свои дела, исправьте. До последнего момента Иеремиягу будет пророчествовать в Иерушалайме. До последнего момента Всевышний будет говорить, что нужно делать, сделать, что нужно исправить конкретно для спасения. Но, к сожалению, народ не идет по этому пути. И к народам бунтующим, конечно, можно говорить о прошлом, и об идолопоклонстве, которое распространилось в эпоху судей, так и не было искоренено. И о том, что не послушали пророка Шмуэля и устранили его от руководства, и о том, что не слушали сильнейших пророков в дальнейшем, особенно в Северном царстве. О всем этом можно говорить. Но конкретно это нежелание исправить свои грехи, желание выйти войной, выступить войной против новоходной цара, ничего не исправляя в стране. И открытое отклонение, отказ послушаться пророка Иеремиягу. Это народ бунтующихи конкретно сейчас не желает своих справить дела, но хотят только восстать против Иеремиягу. Если хотят восстать против Иеремиягу, это относится к тем, кто остался в Иерушалайме, к царю Циткияву, его предвиженным и жителям Иерушалайма. Причем здесь те люди, которые находятся сейчас в Бабеле. В Бабеле находятся очень важные люди, очень сильные люди. И между Бабелем и Иерушалаем идет постоянная переписка. И, скажем, это одно. И второе, и к тем, кто находится в Бабеле, относится призыв исправить свои дела и стать примером для тех, кто находится в Иерушалайме. Но нет, те, кто находится в Бабеле, они так же, как и те, кто находится в Иерушалайме, питают надежду на восстание, они хотят вернуться из изгнания. А как можно вернуться из изгнания? Назревает восстание в Иерушалайме, в Иерушалайме против Бабеле. И они надеются, что это восстание победит, несмотря на то, что Иеремиягу, многократно предупреждал, что нет, ни при каких условиях, если не будет исправления, это восстание не победит. Так что те, кто себя отбавили, они тоже народ, народ бунтующий, народ, который не понимает, что нужно послушать пророка, и они могли бы хоть как-то повлиять на тех, кто был Иерушалайме. Нет, они так же надеются на успех восстания без всякого исправления. «И сыновья эти с непроницаемым лицом и неприступным сердцем, я посылаю тебя к ним, и ты скажешь им, так сказал Бог Всесильный». И что значит «с непроницаемым лицом и неприступным сердцем»? Всевышний, слова пророка здесь, слова Всевышнего петли через пророка, они очень точные. Иногда человек делает такое лицо жесткое, равнодушное, что ему все равно, но однако слова доходят до его сердца, он слышит их, они влияют на него, и если не с одного раза, то с десятого, с двадцатого он вдруг расплачется, поймет то, что происходит, и захочет измениться. Здесь не та ситуация. Здесь у людей и непроницаемые лица, и неприступные сердца. Они как и смотрят на тебя непонимающим взглядом, так и сердца их твои слова не затрагивают. Я посылаю тебя к ним, и ты скажешь им, так сказал Бог Всесильный. Предупреди их, что так говорит Бог, что это не нужно сто раз сказать, что это не слова пророка, это слова Всесильного, переданные через пророка. И дальше очень тяжелые, может быть, по-своему красивые слова. Они будут ли слушать, а скажутся ли внимать тебе, ведь дом винтежный они, но ты говори с ними, чтобы когда-нибудь они поняли, что пророк был среди них. Говори и говори, даже если они тебя не будут слушать, чтобы они когда-нибудь поняли, что пророк был среди них. Когда они поймут? Поймут после разрушения Иерушалаима, после многочисленных бедств, которые обрушатся на них, они поймут, что все предсказания были правильными и точными. И только тогда они задумаются над тем, что произошло. Мы знаем, что уже во время осады, то есть мы заглядываем сейчас немножко в будущее, чтобы понять ситуацию, мы знаем, что во время осады Иерушалаима Иеремияву преследовали и даже бросили его в яму, из которой потом его с трудом вытащили. То есть до самого конца не хотели его слушать. Однако после разрушения храма к нему обращались со словами отец наш Иеремияву и просили, чтобы он не оставлял их. И Иеремияву пошел среди пленных, среди изгнанников. Он пошел как пленник в Бавель. И только на выходный царь, который, как и другие правители, верил в пророчества всех предсказателей, но и в том числе верил в пророчества сыновей Израиля, понимал силу Всевышнего Бога, в Которого верит сыновей Израиля, понимал силу их пророков. И поскольку Иеремияву предсказывал ему победу, так как он понимал его слова, то он велел найти Иеремияву, его освободили из оков и вернули в землю Израиля. Но изначально изгнанники умоляли Иеремияву, чтобы он не оставлял их и пошел с ними в изгнание. Это то, что, скажем, очень важно для нас. И сегодня тоже звучат слова пророков, их призыв, и быть высокоморальными людьми, и вернуться в землю Израиля из изгнания. Это как бы самый колоссальный принцип пророков, который мы увидим. Возвращение в землю Израиля всегда, при любых условиях. Это отношение к Галуту как к чему-то страшному, неприемлемому. Это учение пророков. Оно звучит и сегодня. И я думаю, что из этого тоже можно извлечь урок. Пророка нужно понимать не через разум, через сердце, а не через упаси Бог, не через несчастье, не через наши неудачи, не через наши трагедии. Пророков нужно понимать. Дух пророков и пророков нужно понимать до того, как обрушится несчастье. И это вполне можно сделать, можно понять, чего от нас хотят пророки, к чему они призывают. И так далее. Вот здесь мы начинаем понимать с вами обстановку. Обстановку Павеля, обстановку Берушалаями. Понимаем ход событий. Понимаем упрятство сыновей Израиля, которое не сегодня родилось. Оно давно-давно уже возникло, когда отказали слушать пророков. Мы понимаем то, что происходит в Иерусалаями, с Ереме Ягу. И понимаем обращение через это, понимаем обращение через Кихискьелю. И сыновья эти с Министерами и так далее. Мы продолжаем краткое предложение. И они будут слушать, тоже мы прочитали с вами, а ты, сын человека, не страшись, их и слов их не страшись, когда воспротивятся они тебе и будут жалить тебя, ведь со скорпионами живешь ты. Слов их не страшись, и перед ними ненабей, что помни, что дом мятежный они. Всевышний говорит, что он предаст силы Иерусалю. Мы можем представить себе Иерусалю, человека довольно молодого, человека утонченного, привыкшего жить в духовном мире, соприкасаться постоянно с духовным миром. И он, в общем-то, никогда не обращался с грозными речами, с предупреждением, не обращался к людям. Он был пророком еще в Иерушалайме, но там ему не было велено встать и пойти обращаться к людям. Вот это поручение он получает сейчас, уже находясь в Бавиле. И опять же, пророк – человек весьма утонченный, можно сказать, интеллигентный. Ему трудно воевать, идти лоб в лоб с людьми, которые будут кричать на него, называть его предателем, так же, как они называли Еремиягу. Все это будет для него трудно. Всевышний говорит, я предам тебе силы. Не страшись тех слов, которые они будут тебе бросать в лицо, и не страшись тех слов, которые они будут говорить у тебя за спиной, распространяя ложные и дурные слухи о тебе, для того, чтобы тебя опорочить. Здесь мы видим сравнение с тем, что ты сидишь на скорпионах. Мы знаем, что дурной язык – всегда преступление, которое называется дурной язык, распространение дурных слухов о человеке. Не только дурной язык, там, скажем, сейчас не будем продаваться в подробности. Белохи распространение дурных слухов о человеке сравнивается с ядом змея и скорпиона. Почему с ядом? Потому что, как мы представляем себе дурные слухи, они непонятно откуда возникают, как они ходят. Человек, как правило, сам человек о них не знает, а они поражают его, так же, как и от змеи и скорпиона. Когда он проникает в организм, он действует незаметно, и невозможно увидеть и определить его источник, откуда он просекает. Поэтому не бойся их, тебе ничто не повредит, я охраняю тебя. И говори им слова мои, будут ли слушать, откажутся ли внимать тебе, и вы мятежники они. А ты, сын человека, слушай, что я говорю тебе, не бунтуй, как дом мятежный, этот раскрой рот твой и ешь то, что я тебе даю. Есть еще одна неожиданность. Не бунтуй, значит, Всевышний как бы видит душу пророка, видит его желание, желание тоже восстать против того, что говорит Всевышний. Да, у пророков очень часто есть протест, который они иногда и выражают, и словами обращаясь ко Всевышнему, и иногда молчат, но испытывают внутренний протест против того, что говорит им Всевышний. Всегда это связано с тем, что пророки, они защитники народа Израиля, и им трудно принять предсказания, в которых говорится, в которых говорится о наказании сыновей Израиля, о тех тяжелых наказаниях, страданиях, которые придут на народ. Они стараются защитить народ, и они обращаются ко Всевышнему со словами, со словами защищающий народ, даже со словами протеста. И Всевышний видит Ихискеля. Конечно, Ихискелю сейчас придется пророчествовать, говорить о тяжелых пророчествах, может быть, еще более тяжелых или более конкретных, как бы, визуальных пророчествах, которые говорят о страдании, еще более конкретных, визуальных, чем те, о которых говорил, о которых говорил Еремиягу. Ему это очень тяжело, и он не может согласиться с этим. Если бы он мог, Ихискель, он бы сказал, пусть Ирушала им стоит, пусть народ никогда не окажется в изгнании, пусть он не переносит все эти страшные страдания. Как-нибудь все наладится, как-нибудь все исправится. Это то, что бы хотел сказать Ихискель. И поэтому Всевышний говорит, не будь как дом мятежный, не присоединяйся к ним, не говори, что ты не будешь слушать меня и не будешь нести мое слово им. И дальше говорится еще очень интересный и неожиданный момент. Раскрой рот твой и ешь то, что я даю тебе. Говорят, что Всевышний дал дальше говорится, увидел я, и вот рука протянута ко мне, и вот в ней свиток. Говорят, что это свиток Торы. Всевышний вкладывает в рот Ихискеля, да, вот мы видим, и развернул он его передо мной, а он исписан снаружи и внутри, то есть с одной и с другой стороны, и написаны на нем слова плача, и стоны, и причитания. Скажем, изучение Торы, ее трудных моментов, труднопостижимых по той или иной причине, или потому что это тяжелые предсказания, или потому что это слишком, как бы для человека очень высокие миры раскрываются. Изучение Торы в таких случаях, когда оно очень трудно, оно сравнивается оно сравнивается с едой, об этом говорил царь Давид, он просил накормить его накормить его Торы, то чтобы она вошла внутрь как бы и переварилась как пища, усвоилась, да, понятно, что это образ, никто не будет есть Тору, здесь Ихискель ест эту Тору, ест эту Тору, но это происходит в видении, в видении, которое затрагивает глубины его души и помогает ему что-то понять, помогает ему отойти от той позиции, которую как бы увидел у него Всевышний, его протест против тяжелых пророчеств, против разрушения Ушалаема, ему это поможет, Всевышний дает ему силу через это видение, и вот он говорит, раскрой рот твой и ешь то, что я даю тебе, ты должен усвоить это пророчество пророчество так, чтобы оно стало твоей частью, чтобы ты не изрыгнул его, не изрыгнул его как пищу, которая не принимает организм, ешь это, и ты многое поймешь, и увидел я, и вот рука протянута ко мне, и вот в ней свиток, это свиток Торы, как мы с вами сказали, и в тех случаях, в нескольких случаях Всевышний показывает свиток Торы пророкам по-разному, как бы, и для Схарья это свиток Торы, на котором, на обратной стороне, в котором написано проклятие, а здесь Ихискель видит свиток Торы, свиток Торы, свиток Торы, но он весь, и он написан с той и другой стороны, и он весь читается как плач и стоны и причитания, Тору можно прочитать по-разному, в ней можно увидеть разные стороны, Всевышний раскрывает эту Тору раскрывает пророку как сплошное несчастье, как сплошное несчастье, все, что в ней было предсказано, когда вы отойдете, когда вы отойдете от Всевышнего, не будете слушать его голоса, все это раскрывается сейчас Ихискелю и раскрывается от Берешит до самого конца Торы, все это как бы выливается в Та Тора, которую не приняли сыновья Израиля, вот они ее как бы не приняли от начала до конца, и вся она от начала до конца превращается в страдание и наказание, вместо радости, которую должна нести Тора, и всегда несет ее, она вдруг превращается в страдание и она исписана и с одной стороны и с другой стороны там не страдание, то есть как бы Ихискелю показано, что если бы на одной стороне были страдания, Тора считалась как страдания, то казалось, могло показаться, что есть какой-то смысл сейчас раскроется с другой стороны, если бы вернуть Тору Но с другой стороны, а там что-то написано за этими страданиями, тот свет, который раскроется через эти страдания. Нет, тебе сейчас все дается как Тора, как страдания, и ты должен это проглотить, ты должен это усвоить, что придут на снове Израиля наказание за то, что они не приняли Тору. И никакой ложки меда в бочке дегтя здесь не будет во всех тех наказаниях, которые обрушатся на снове Израиля. Потом что-то, конечно, и знание принесет с собой исправление через тяжелые страдания, через гибель многих людей, но оно принесет с собой исправление. Оно принесет эпоху второго храма, расцвет Торы, период независимости сыновей Израиля. Все это будет, но сейчас, то есть изгнание, оно принесет какие-то положительные моменты через тяжелые наказания. Но сейчас ты это не увидишь. Сейчас ты не увидишь ничего положительного. Только страдания, которые сейчас будут, и ты должен это принять. Ты должен поверить Всевышнему, что через эти страдания придет исправление. Эти страдания, как ни странно, они принесут благо народу. И сказал мне, сын человека, то, что найдешь, съешь, съешь свиток этот, и иди, говори, обратись к дому Израиля. И здесь, да, и открыл я рот свой, и накормил у меня свитком этим, и сказал мне, сын человека, живот свой накорми, и кишки свои наполни свитком этим, которые я даю тебе, и съел я, и был он во рту моем сладок, как мед. И это то, как бы, окончание этой истории, в конце концов, через эти страдания, которых невозможно прочесть ничего хорошего, когда ты ешь, когда они усваиваются, они превращаются в мед. Понятно, что в это очень трудно поверить, но душа Ехескеля, она соприкасается напрямую с источником блага, со светом Всевышнего, и душа понимает то, что человек не может понять на уровне разума. Он не отказался от своей любви к народу, от своего протеста против наказаний, как мы увидим в дальнейшем. Но он, по крайней мере, готов идти и пророчествовать. Эту силу он получил. Если говорить о нашей вере, то, как бы, скажем, мы знаем 13 стулатов веры Рамбама, но, наверное, есть еще вещи совершенно обязательные, необходимые для того, чтобы наша вера была полной и полностью отличалась от веры идолопоклонников. Может быть, наиболее полно это можно понять через Рамхаля, через его работу «Хеллах Петхей Хохма». «Хеллах» – это сколько? Это 138 ворот мудрости. Он начинает эту свою книгу с того, что у Всевышнего есть одно желание. Он един, он не разделен. У него есть одно желание – это дать благо своим творениям, и ничто не может устоять перед желанием Всевышнего. И в конечном итоге все, что даже кажется человеку тяжелым, все это раскрывается как благо. Представляется, что это совершенно необходимый, скажем, если не постулат, то элемент нашей веры. И это отличает нас от идолопоклонников, которые часто выбрасывали своих идолов или переставали им служить, когда терпели неудачу, когда на них приходили бедствия, они молились им, а вот они им не помогли. Это то, что не происходит с нами, то, что не происходит с нами, даже в тяжелом изгнании, но сохраняем веру в то, что Всевышний несет благо. Тот, скажем, момент интересный, который может проиллюстрировать эту мысль, Момент, который может проиллюстрировать эту мысль, это, скажем, событие годичной давности в Индии. Мы знаем, что Индия полна и преисполнена самыми разными божествами, которым поклоняются. Поклоняются так же, как и в Египте поклоняли всему, что живое, всему, что движется и так далее. И вот, когда была вспышка короны, и люди, смертность от короны в Индии была очень высокой, то у меня есть не только из сообщений в интернете, у меня есть свидетельство-очевидца, которое рассказывает, что многие-многие выбрасывали статуэтки, идолов, они валялись на улицах или устраивали скай-косты, приносили и сжигали. И это наше отличие от идолопоклонников, принципальный момент веры. Мы верим, что Всевышний благо, и даже когда мы не можем увидеть то благо, которое он несет, мы верим, что все и все в мире направлено на благо. Здесь мы остановимся, оставим несколько минут на вопросы. Вопросы, пожалуйста, есть какие-то вопросы, то я могу попытаться ответить на них. Но в любом случае мы с вами можем заметить то, что, скажем, важно для нас, сколько неверных представлений о Боге, о жизни, о добре приносит с собой изгнание. И сколько усилий направляли пророки на то, чтобы предотвратить проникновение чужих представлений в среду еврейского народа, в среду сыновей Израиля. Мы с вами помним, всегда обращают внимание на то, что пророки Ишаяу говорят о том, что я Бог, я Бог творю, я Бог, который творит добро и который делает зло. Вот всегда упираются в эту строчку Ишаяу, говорят, что даже в молитве, мы в молитве ее изменили, что слово зло не замедление на шалом, на мир. Все это правильно, но понять, понять то, о чем говорит Ишаяу, и не сбиться, и не запутаться, и не представить себе, что Всевышний творит зло. Что значит зло? То, скажем, зло, которое несет добро, оно уже не зло. И поэтому нельзя говорить, что Всевышний творит зло. О чем же говорит Ишаяу? Он предупреждает сыновей Израиля, чтобы они знали, что Бог один, и от него исходит все. И народы мира всегда, всегда, всегда разделяют божества на те, от которых идет добро, и на те, от которых приходит зло. Это как бы дуализм, который присутствует в любой вере. Мы можем представить себе, что даже христианство и мусульмане не свободны от этого, поскольку для них сатан является некоторой самостоятельной личностью. Что бы они ни говорили, они воспринимают его как самостоятельную личность, борются с ним, противостоят ему и так далее. У них нет этого понятия единства Бога. Оно разрушается появлением представления о сатане, как о самостоятельной личности. Все, я здесь останавливаюсь уже совсем. И, пожалуйста, если есть вопросы, я постараюсь ответить. Равзеев, если можно, вопрос по поводу связей, контактов Бабеля и Иерушалайма в это время. И Хиске, и Иермиягу частично в одно время пророчествовали. Был какой-то прямой контакт через учеников и так далее? Трудно сказать, трудно сказать ли был ли прямой контакт между Ихискеелем и Иеремияху. Возможно, я даже не знаю, трудно сказать, может быть, это не было нужно, потому что и тот, и другой получали чистое пророчество. Возможно, им не нужно было, у них не было необходимости обмениваться мнениями. А возможно, и да, возможно, они находились в переписке. Переписка, как мы увидим из книги Схарья, переписка между Бабелем и Иерушалаем была очень интенсивная. Постоянно ходили караваны, с караванами передавали письма. И переписка была очень интенсивной. И одна из причин, почему Всевышний, если так можно сказать, настаивает на том, чтобы Ихискель пророчества в Бабеле, это потому что те люди, которые находятся в Бабеле, это, как бы сказали, цвет нации, они имеют огромное влияние. И они постоянно находятся в переписке с Иерушалаемом, постоянно выражают свою надежду на то, что будет восстание. Это может быть и непрямым языком, всегда умели пользоваться изобским языком, всегда умели пользоваться шифрами. Они выражают свою надежду на то, что будет восстание, на то, что восстание победит, и это им даст возможность вернуться в Иерушалаем из изгнания. Это, безусловно, эта переписка была очень сильной и очень интенсивной. Включая переписку между пророками или нет, это неизвестно? У нас нету сведений. Можно предположить, исходя из ситуации, что между ними могла быть переписка между Ихискеелем и Еремиягом. Ихискеелем, возможно, в дальнейшем вы, может быть, и правы. Ихискеелем в любом случае очень много подчеркнул у Еремиягу. Не знаю, можно назвать его учеником Еремиягу или нет, но он очень много подчеркнул. Мы в дальнейшем увидим, что он пользуется теми же образами, которые пользуются Еремиягу. Он очень активный, если так можно сказать, и объясняет эти образы тем, кто находится в Бавиле, потому что и эти образы, которые дает Еремиягу, образы, свидетельствующие о предстоящем узнании, они извращаются, толкуются по-другому теми, кто живут в Бавиле. Ихискеел пытается, если так можно сказать, пытается вернуть им истинное толтование. Возможно, между ними была переписка, у нас нет этого сведения. Еще раз, что у Ихискееля много образов параллельно к Еремиягу. Возможно, что он учился у него. И здесь как бы тогда есть связь пророков Иерушалаем и пророков из знаний. Это все может быть. Все может быть, но конкретно нет никаких медрошей об этом. Еще есть, позволите еще вопрос. Я кончал Ольпан в Кахава-Шаха в Верданской долине. Это та же высота, что Ярушалаем. И слышал от местных жителей, что именно в это время, во времена Бавиля, была связь, прямая связь, костровая связь. Это все время, так сказать. В общем-то, то, что вы говорите, это эпоха второго храма. Связь костровок в основном для того, чтобы передать, когда начинается месяц, чтобы было Еремия, и Верушалаем ее в Бавиле. Эта связь с кострами упоминается в Мишне, в Рожешана упоминается об этом. Такой сигнализации, похожей на сигналы факелами, не было в тот период. Можно говорить об этом однозначно. То, что, безусловно, существовало, это переписка, интенсивная переписка. Это, безусловно, кострами, нет, не передавали в этот период. Это позже относится к периоду второго храма. Спасибо вам большое. А можно еще вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот слова Всевышнего, обращенные к пророку, когда он как бы утешает его, приободряет, да, и говорит, не страшиться и не робить, помня, перед кем он говорит и с кем он разговаривает. Для нас это тоже как пример того, как нам нужно воспринимать себя и свое общение и окружение в разных ситуациях жизни, да? Мы можем это применить к себе? Я не думаю, что конкретно можно применить, можно применить, скажем, позицию пророка и то, что ему говорит Всевышний, можно применить к себе. Ой, я не соотношусь, и ни в коем случае, где я? Нет, нет, я что, из этого можно вывести какое-то правило поведения в жизни, да? И это нет. Здесь пророк, он говорит, он получает, потому что ему велел Всевышний получать людей, особенно общество, можно только с большой, простому человеку, то есть человеку, который не получил пророчество, можно только с большой осторожностью, очень аккуратно, не говоря никаких резких слов. Всегда нужно помнить об уважении к обществу, уважении к людям, да и слова, сказанные грубо, резко, они никогда не будут иметь силы. Другое дело, когда это пророк, и когда знают, что это слова Всевышнего, и его знают как пророка, ни у кого нет сомнения в том, что Ихискель – истинный пророк, его уже знают как пророка, это другое дело. То, что мы можем выучить для себя отсюда, что кроме соблюдения заповедей, частной, которые возложены на всех нас и которые очень важны, есть тот путь, который выбирает народ, и этот путь, он должен соответствовать, если так можно сказать, желанию Всевышнего, раскрывается он для нас через пророка или нет, мы должны стараться понять, как народ тот путь, который приготовил для нас Всевышний, и это очень важно. Это очень важно. То есть кроме частного есть общее. И на это, мне кажется, то, что можно выучить отсюда конкретно для нас, если не конкретно, но, по крайней мере, задуматься. Спасибо большое, Радзеев. И еще такой момент. Значит, это была, получается, прерогатива пророка говорить, вполне возможно, очень резко с людьми, да? Отрезвляюще. Только у пророка есть такая прерогатива, я так понимаю. Да, только у пророка есть такая прерогатива. Может быть, в каких-то редких случаях, там, скажем, руководители поколения, может быть, в редчайших случаях обратиться с резкими словами, но это только в каких-то редчайших случаях, когда, скажем, там, когда война, когда нужно решить какую-то проблему конкретно сейчас. И то, я думаю, что это не годится. Вот здесь пророк. Пророк, нужно сказать, что на пророке не лежит даже обязанность уважения к царю. Пророк может сказать, как бы в лицо царю, и это и было так, и в присутствии людей, может сказать все, что он думает. На всех лежит обязанность уважения к царю, какой бы он ни был. Уважение к царю – это заповедь Торы. Неуважение к царю, как вы знаете, может повлечь за собой даже смертную казнь. На пророке не лежит этой обязанности. Общий вопрос. Да, пожалуйста. Вопрос такого плана. Я слышал, что большая часть пророчеств, записанных в Танахе, они относятся ко времени последней геулы, то есть к нашему времени. Так ли это? Можно сказать так, и мы немножко говорили об этом, что если говорить о последних пророках, о таких, как Ишаягу, Иремиягу, Ихискиель, то их предсказания имеют два пласта и два плана, то, что мы иногда встречаем и в Торе. Один план – это, если сыновья Израиля удостоятся, если они сохранят себя в изгнании, не подвергнутся влияниям народов мира, если они встанут при первой возможности вернуться в Иерушалай, то избавление будет чудесное. И вот это чудесное избавление, когда сравняются горы, когда опустятся горы, когда поднимутся долины, выровняется путь, то, что есть у Ишаягу, это относится к тому случаю, когда сыновья Израиля удостоятся. Мы уже этого не удостоились, история пошла по другому пути, и мы видим другой пласт пророков, который есть у пророков. Это предсказание о том, что все будет развиваться более-менее естественным путем, скрытыми чудесами, то есть как бы второй сценарий, запасной сценарий. Мы идем по этому пути. Оба эти пути присутствуют. Оба эти пути присутствуют. Поэтому можно сказать, что те чудеса, которые должны были произойти при возвращении из Бавеля, они не произошли. И мы читаем, в основном берем из пророков то, что относится к нашей последней геуле, то, что должно произойти без открытых чудес, которых мы не удостоились. В этом плане. Но сказать, что только к нашей геуле относятся невозможно, потому что есть и этот пласт, который относится к геуле из Бавеля, который должно было быть, и который не состоялось. И тогда еще один такой наивный вопрос. Скажем так, если есть уже пласт, который относится к нашему времени, как мы должны использовать в наше время эти пророчества? И первое, и самое главное, то, что мы понимаем из пророка, то, что мы понимаем из пророка Ихискеля, который конкретно, как бы его текст лежит перед нами, мы должны понять, насколько отвратительны изгнания, и насколько исправление, насколько наше будущее и будущее всего мира зависит от нашего возвращения в землю Израиля, можно сказать, немедленно. Этот, скажем, этот урок пророков и условно урок Ихискеля, который мы с вами в 37 главе разбирали и, наверное, еще будем разбирать еще раз, когда вернемся туда, дойдем до 37 главы и 36 глава, которая говорит о цветении земли Израиля. Все это призывает нас прежде всего вернуться в землю Израиля. Это нам рассказывает о том, что исправление народа ни одного человека, ни его там личных качеств, когда он там сидит в своем доме или когда он уходит в лес далеко от всех, чтобы медитировать. Исправление всего народа может быть только в земле Израиля. Невозможно что-либо исправить в изгнании. Изгнание – это удар по голове. Ты приходишь с этой головной болью в землю Израиля и здесь начинаешь все исправлять. И это то, что мы можем выучить из пророков. Самое главное. Пророк Схарья – вернитесь ко мне и я вернусь к вам. Что еще можно больше сказать? Пророк Схарья, который ученик Ехискееля, он несет в себе этот же заряд отвращения к изгнанию и призыв вернуться. Это общая линия пророка. Предсказание об изгнании и о возвращении и постоянное учение о том, насколько отвратительные знания и насколько важно возвращение. Спасибо. Вопрос, Розеев, еще можно вопрос? Да, пожалуйста. По поводу диалога пророка и уже пророка Ирмиягу и Ханани. Да. Пророчество одного и второго уже пророчества, она видна в итоге, она видна народу или нет. Это истинность. Одного и ложность другого. Мы давайте не будем брать этот крайний случай, потому что он требует отдельного рассмотрения. Возьмем в общем вопрос очень важный. Ихискель очень много говорит о уже пророчестве. Уже пророчество – это явление, которое захлестывает Израиль, наполняет Израиль. Есть, и это тоже очень важный урок для нас, я думаю. Рамбам пишет о том, что истинный пророк, он утверждался сангидрином, и его слово было обязательным. Это теория. На практике так не было. Ни Ирмиягу, ни Ирмиягу, ни Ирмияскель, ни сангидрин не утверждал. И как можно отличить истинного пророка от ложного пророка – это очень трудно. Здесь нет никаких правил. Только твоя реакция, только чистота твоей души помогают тебе отличить ложь от истины. Один из критериев, который, кстати, проявляется в том эпизоде, который вы упомянули, очень сильный критерий, нет абсолютного критерия, но очень сильный критерий – это ложный пророк всегда говорит, все будет хорошо. Все будет хорошо. Не то, что там, в далеком будущем, возвращение в изыскнание, а вот сейчас конкретно, как бы, ребята, ничего страшного, прорвемся, все будет хорошо. Это ложный пророк, потому что пророк посылается для того, чтобы получать, для того, чтобы исправлять, для того, чтобы предупреждать о тех несчастьях, которые могут обрушиться на голову Израиля, если они не исправят свои пути. Пророк, который просто говорит, все будет хорошо, нам нечего бояться. 99% плюс – это ложный пророк. А вообще ложного пророка от истинного отключить очень-очень трудно, поначалу хотя бы. И мы видим, возвращаясь к Иеремияу, его считали предателем, кто-то понимал, царь Синькияу уже понимал, в какой-то момент, что Иеремияу говорит истину, но вообще, только после несчастья, после трагедии, когда все сбывается, и точно, как предсказывали пророки, сбывается, чем становится понятно, что пророк был среди вас. Я очень рад нашему диалогу. Он очень-очень серьезный, поднимает те проблемы, которые веками не поднимались, которые поднимаются, их можно найти в литературе, и все, но, в принципе, они как бы очень далеко от нас, очень мало нас волнуют. Но я вижу в наших занятиях и вообще в изучении пророков две принципиальные вещи, даже если мы не извлекаем конкретного урока, даже если мы не видим параллелей, которые есть между тем временем и нашим, между словами пророка и тем, что происходит с нами, мы должны прочитать эти тексты. Это просто неубожение к себе, неубожение народа к самому себе, когда он не может прочитать эти тексты, он не знает значения слов, он не знает причинно-следственных связей, он не знает исторической обстановки, которая... Почему кто-то должен, скажем, например, с упоением рассказывать о Пушкине, о пушкинской эпохе, о поэтах пушкинского эпохи, о декабристах, а мы не в состоянии поднять этот пласт. Это просто неубожение к себе. Я вижу это в этом первостепенную как бы национальную задачу, научиться читать эти тексты, задавать хотя бы те вопросы, которые вы сегодня задали. То есть мы соотносимся с этим текстом серьезно. И второй момент, второй момент, далеко не все моменты, а второй момент, который мне кажется очень важным, Равку говорит о том, что те, кто соприкасаются с пророческим текстом, они соприкасаются с пророческим светом. Я уверен, что изучение вот этой колесницы на том уровне, на который мы с вами взяли, простом, понятном, без куда-то проникновения в какие-то тайны, без залезания в дебри, где можно ошибиться, и это серьезная проблема ошибаться в таких вещах. Так как мы это с вами взяли, я уверен, что это возвышает человека гораздо больше, чем каббалистические изыскания и попытка как бы вот так вот напрямую работать над качествами души и сегодня исправлять это качество, завтра это качество. Уверен, что такое изучение пророческих тестов, пророческих питений, оно гораздо больше возвышает человека, чем каббалистические изыскания. Не упрямо никому будет сказано. Готов со всеми обсуждать каббалистические темы и все, и пускай люди этим занимаются. Между нами, между нами, это возвышает человека гораздо больше. Вы охватите и новые ваши книги, да, Ихискель? Если... Если смотрите, что... Что я могу сказать? Если будут силы, мы с вами будем продолжать. И там важные темы. И книга Ихискель, она очень неровная. Там есть многие предсказания о народах. Может быть, мы их пропустим. Но мы постараемся охватить все темы, охватить, включая и третий храм, из которого тоже можно многое выучить, независимо от того, можем мы его построить сейчас или нет. Вот. Мы постараемся все эти темы охватить. Если вас это устраивает, движение по книге Ихискеля, вот... Конечно, мы постараемся дальше идти. Спасибо вам. Будем надеяться. Хорошо. Спасибо всем большое за внимание и за понимание. Не буду возвращаться напоминать о том, что мы вступили в день катастрофы и героизма. Все об этом и так помнят. И пожелаю только всем благополучия и здоровья и благополучия. спасибо вам большое спасибо большое спасибо спасибо за внимание спасибо всем счастлива кстати те кто еще не отсоединился после если хотите посмотрите на сайте или мод.ру я сейчас поставил там подборка лекции обсуждений мне кажется очень интересны которые были в последние годы в основном в прошлом году и предыдущим к дню катастрофы вельмо.ру поставил ссылку да я там поставил ссылку там стоит плейлист я его собрал хорошо вчерашний вчерашний урок я пропустила первый и хотелось бы его послушать в телеграме ссылка в телеграм не хожу а окей я пришлю нет нет проблем нет проблем спасибо всем счастлива всем счастлива хорошее сообщение пока пока